Здравствуйте! В студии Михаил Хазин и мы начинаем очередную экономику по-русски. У нас сегодня гость профессор Сергей Вячеславович Савельев, видный мозговед. Сергей Вячеславович человек настолько известный, что я его даже представлять не буду, поскольку даже в Википедии написано, что он известен своими нетрадиционными взглядами на мозг и мышление. Но, правда, надо отметить, что там не написано, что он шарлатан, прохиндей и, соответственно, вредитель, как у меня написано. Нет, но это все подразумевается, это тщательно туда вносили. Да, я понимаю, но кто-то вычислил. Вот. Значит, сейчас я произнесу некоторую преамбулу, а потом, собственно, амбулой займется Сергей Вячеславович. А я буду молчать как рыбкой. Но мы вместе займемся. Ну, хорошо, ладно. Я буду тогда иногда подшучивать. Вот. Чтобы вы не слишком серьезно говорили нашим... Да я без галстука, как я могу сказать. Ну, хорошо. Значит, мы все видим, что происходит нечто непонятное. Причем непонятное не только нам, но это что-то, это довольно естественно. Рядовой обыватель, а я в некотором смысле тоже рядовой обыватель, поскольку никакой инсайдерской информации не владею. Но я владею аналитикой. Но и власть придержащие. Это очень хорошо видно на ситуации в Израиле и секторе газа, потому что, как сказал там несколько дней тому назад наш хозяин, который здесь отсутствует, Володя Соловьев, пока все идет по сценарию Хамас. Ну, мы не знаем этого сценария, может быть, мало кто знает, но когда Хамас устроил вот эти вот демонстративные показы разных ужасов, он именно это имел в виду. То есть, иными словами, и это уже, в общем, практически очевидно, сегодняшние власти Израиля реагируют не так, как надо было бы. И логика в этом абсолютно понятна. Они живут в старой логике, ну, условно говоря, последних сорока лет, а логика изменилась. И это хорошо видно в экономике. Еще один приведу пример. Ну, поскольку экономика, по-русски, вышел сегодня у нас вторник, значит, позавчера, в пятницу, в субботу, три-два дня назад, вышел очередной макроэкономический обзор фонда Хазина. И я там продемонстрировал цифру, которая четко показывает, что все оптимистические тенденции, которые денежные власти США последние недели нам демонстрировали, вплоть до какой-то совершенно феерической цифры экономического роста в 4,9% годовых, в общем, они все представляются фикцией. Но, правда, нужно отдать властям должное. Они очень так аккуратно обставили, сказали, что это предварительные данные за третий квартал в годовом исчислении, а может быть, в четвертом ухудшится, а может быть, непредварительные окончательные данные тоже будут ниже. Но все равно цифра 4,9 у либеральной общественности вызвала экстаз. Вот, все, все прошло, значит, все нормально. Как это, температура больной трое суток лежал в морге, а тут у него вдруг неожиданно поднялась температура на 2 градуса. Это отечественные ученые тоже регистрировали в 90-х. Да? Ну вот, ну вот. Так вот, значит, все это связано с одним единственным, абсолютно объективным фактором, который состоит в том, что люди – существа консервативные. Нам Сергей Вячеславович объяснит, почему они консервативны. Это связано со структурой мозга. Совершенно верно. И в результате они все время пытаются исходить из своего старого опыта. В то время как изменившиеся ситуации теоретически не дают возможности этот опыт использовать. Надо бы что-то бы сделать бы, и даже есть отдельные люди, которые пытаются что-то изменить, но надо отметить, что их не слышат. Я, кстати, в данном случае совершенно не имею в виду, например, себя или, и тут я сделаю смелое сравнение, Владимира Владимировича Путина по очень простой причине. Потому что мы уже на протяжении многих лет пытаемся думать в рамках нового мира. И Владимир Владимирович Путин, если вы внимательно посмотрите, много лет уже говорит, ребята, а жизнь изменится. Как вы сами понимаете, говорить о том, что жизнь изменится, может только человек, который думает о том, как будет выглядеть эта новая жизнь. Я не знаю, что он думает, но то, что думает, это точно. То есть с точки зрения моделей, есть люди, которые понимают, что надо смотреть вперед, а не назад. Но подавляющее большинство к этому не способны. Но, к сожалению, это и политические деятели, и мировые элиты. И когда это будущее приходит в противоречие с той логикой, которая у них в голове, вылезает психиатрия. Сергей Вячеславович, ваше слово. Что вылезает, как вылезает и что с этим делать? Ничего не вылезает, просто снимают штаны и выясняется, что сзади хвост. Оказывается, он был скрыт просто. Он был там замотан. У кого вокруг пояс, у кого коротенький там торчок. А рога? Нет, рога это уже следующее. И так, этапы у них там, и так рогоносцев полно. Нет, суть вопроса вот в чем. Почему ни вас, ни Владимира Владимировича Путина не хотят понимать не то, что не могут. Они не хотят понимать. А вот почему не хотят, это уже вот про не могут. У нас мозг состоит из двух частей. Фундаментально. И ничего там другого нет. Одна обезьяня, та самая, которая ответственна за хвост, размножение, еду и выпендрешь, то бишь доминантность. Она древняя. Социальный статус. Ну в том числе это можно назвать как угодно. Социальный статус, что угодно. В общем, три единства. Еда, размножение, доминантность. Все. Больше ничего нет. Это очень экономичная и очень выгодная система принятия решений. Эффективная. Эффективная, потому что вам через наладонник объясняют, как надо жить. Вы действуете и все. То есть, чем меньше мыслей, тем лучше. Да. Да. Почему? Потому что здесь есть фундаментальные вещи, о которых я вынужден сказать до всех рассуждений, иначе они не будут понятны. Фундаментальные различия. То, чем люди думают, это очень невостребовано. Но это как раз вся кора головного мозга с бороздыми звильдами. Она большая и дорого стоит. Я прошу прощения, Сергей Вячеславович. У меня дома, в квартире, ну в доме живет кот, кошка и собака. Ну, они все маленькие. Самый большой кот, дочка его кошка маленькая, но она вообще еще маленькая. А собачка тоже маленькая, зеркшерский терьер. Так вот, я вижу, что они очень склонны размышлять. Ну, собаки больше, как стадные животные, о том, о чем мы от них хотим и чем можно от нас получить. А кошки, соответственно, как оптимизировать свое сочетание. Но они думают. Да, конечно. Корой? Да, да, думают они и корой, и лимбической системой. Соотношение. Дело в том, что лимбическая система Йоркшира там всего в два раза меньше, чем кора. Корой можно подумать. Не бог в их какие расходы. А у нас-то это десятикратные различия. И если человек потребляет в задумчивости 25% энергии за счет всего организма от коры, это очень много. И поэтому выработаны защитные механизмы, чтобы, не дай бог, этого не случилось. А если его начать колоть иголкой, он же начинает думать, как это убрать? Он думает, как уголку убрать, а не как что-нибудь сделать хорошее. Как украть иголку. Да, нет, нет, он не будет думать. А размножаться он в это время не хочет? Размножаться он хочет, но необременительным способом. Это только подростки там в период полового созревания безумеют. А у нас главное в том, что вот эта древняя обезьянья система, которой пользуется вся Европа радостно и задорно. И их руководители все так же точно. И рассудочные, большая, неокортекс, они находятся в вечном противоречии. Откуда появились черти и откуда появились ангелы? Черти это то, что хочется очень сильно, но нельзя. А ангелы это то, что надо делать, но совсем не хочется. То есть, а надо думать. И в этом краеугольная проблема. А я когда не думаю, у меня начинается депрессия. Ну вот мы поэтому с вами, извращенцы, это и обсуждаем сейчас. А те, кто не думает, у них все хорошо. Мы просто с Владимиром Владимировичем. Да-да-да, на пару. То есть, он третий может быть в нашем обществе. Так вот, о чем идет речь? О том, что вот вы рассказываете, я слушаю часто, о экономике, о том, как она устроена и как это все развивается. Мне нравится. Хотя вот появление сейчас так, чуть-чуть отвлекусь Камерона, как раз говорит, что модель Серпах, широко известная в узких кругах, она, кажется, начинает оживать. Есть шанс ликвидации Израиля, значит, ее перезапустить по-новой, как в момент выхода Англии из Евросоюза. Но это лучше вы прокомментируете, чем... Камерон как раз хотел сохранить Англию в Евросоюзе. Я не буду сейчас обсуждать Камерон. Это очень интересная тема. Я уже договорился, скажу зрителям. А с Дмитрием Дробницким, что мы эту тему обсудим. Так вот, завершаю. Рекламку. Да, но это Дробницкий как раз хорошо все объяснит. Надо понимать, что рассудочная деятельность очень энергозатратна. И в этом залог психиатрических проблем европейских, в том числе руководителей. А лимбическое вот это обезьянье, которое от этого... Значит, она все там 10% всего, и дальше все полубудя. Как хочешь. И никакой депрессии. И никакой депрессии, все объяснено. А это китайцы. Они же всегда объясняют, что самое великое счастье в жизни – это хорошо поесть. Да. Но они этим и занимаются. Вот. При этом, когда я был как-то, я не боюсь этого слова, в Мексике, и там, значит, в парке, где... Там, значит, остров, а на острове ягуары. А вдоль этого острова идет такая подземная речка, по которой можно сплавляться. И нам я спросил, а кто этих ягуаров поет? Говорят, они спускаются к речке и пьют. Я говорю, а они не могут съесть тех, кто проплывает мимо? На что мне ответили. Их так хорошо кормят, что они даже размножаться отказываются. То есть они, в этом смысле, на китайцев похожи. Да, да, понятно. Это верный способ борьбы с перенаселением, как известно. Кормить. Ну, кормить просто до полного изумления, и все. Ну, будет все хорошо. Так вот. И основная проблема европейских, в том числе и руководителей, связана с тем, что они не могут пойти на интеллектуальные затраты. Ну, 25% или 10% от всего организма. И у них, если этот навык не вырабатывается, вырабатывается, и не получаются такие извращенцы, как мы с вами. А этот навык вырабатывается десятилетиями. А он же утрачивается. Да, а он, наоборот, утрачивается. Так вот, и здесь главный секрет находится в том, что если вы не пользуетесь корой, а пользуетесь по минимуму лимбической системой, вам аккуратненько приплывает каждые там полтора-два часа эндогенные каннабиоиды. И поэтому бороться против такого удовольствия невозможно. Секундочку, секундочку. А это что, в организме сам собой вырабатывается кокаин? Каннабиоиды, не кокаин. Кокаин вырабатывается у детей до полового созревания. То есть, поэтому детство наше, оно такое прекрасное. Но под двумя косяками оно действительно изумительное. Ну, что тут говорить. В чем все время. Да. Поэтому вы их не можете заставить учиться, тратить энергию на то, чтобы кора работала. Это очень сложно технически. Потому что, ну что, он... Бить. Да, бить он списывает. Ему тут же внутривенно. То есть, внутри мозговое, внутри эндогенные. У детей до полового созревания это огромная трагедия. Вырабатываются каннабиоиды и опиоиды. После полового созревания опиоидов становится следовое количество. А вот каннабис у нас есть. И это причина того, что большинство людей, живущих в более-менее комфортных условиях, отказываются думать. И поэтому принять, например, новую экономическую схему они просто не могут. Не из-за того, что они там, сказать... Личную неприязнь испытывают ко всяким авторам. Омерзение глубочайшее, вплоть до декапитации. Потому что они хотят у них заставить думать и отнять вечный кайф, который они испытывают. Ужасно. Так поэтому такая нервность... А если их не кормить? Если не кормить, они умнеют резко. Но надо совсем не кормить. Надо так, чтобы еда доставалась с трудом и напряжением интеллекта, а не тем, что они будут лопатой махать. И из этого ничего не получится. Как известно, и Римля немногих заставляли работу, только немного, только худели. Поэтому здесь есть проблемы известные. И вот это препятствие основное, оно скрытое, никому непонятное. Вот берет и не делает там. Но зато живет хорошо. Ну та же Меркель, он, пожалуй. Сначала ее, по-моему, завербовали КГБ, потом ее завербовал ЦРУ. И дальше она вот с этими селедочными глазами... А как это? А Ми-6? Ну и Ми-6. Она, по-моему, сдалась всем, кому смогла. А напоминала она мне все время продавщицу из мясного отдела советского магазина, который... На самом деле думала. Ну, собственно, у нее-то вся мысль была о доминировании. Она хотела стать главным начальником. Да, они же... Ну, Германии как хорошо пошло, практически Третий Рейх. Вот сейчас мы еще чуть-чуть подкупим вот этих вот слабо недоразвитых стран и понесется им туда. Так что основная причина глубоко биологическая. И от этого Микрон там не может думать ни о чем. Он может только деньги считать. У него нет навыка мышления. Он исполнитель, как вот... Исполнительный, как собака там, допустим, хорошо обученная, дрессированная, овчарка. Это да. А вот, например, Алабай у меня такая... Жила долгое время Алабайха. Ну, вот, 75 килограмм, добрейшая собака, с огромным мозгом, как у шимпанзе. И когда ее зовешь, она думала все время. И это ее проблема. Почему их нет в этих... в службах? Потому что ее... Открываешь дверь и кричишь, иди ко мне. Ну, и спокойно закрывает дверь. Через 5-6 минут она сама ее снаружи откроет, зайдет, но через 5-6 минут она идет, думает, нужно ли идти, не нужно. Посидит, почерст, вроде опасности никакой нет. Ну, вроде и не надо особенно. Ну, ладно. То есть, когда начинается мышление, начинается нестандартное поведение. А когда мышления нет, когда приказ, фас прыгнул, все там, иди ко мне, овчарка бежит, сломя голову. Это вот разные способы решения проблемы. В результате там Алабай могут месяцами пасти в одиночку стада, защищая от волков от всего на свете, и потом пригнать их домой. А овчарки не могут пасти даже своего хозяина. То есть, это выучка другая, дрессировка. И здесь мы начинаем, подходим к фундаментальной проблеме руководителей западных стран. Дело в том, что алгоритмизация поведения, любая, вызывает экономию вот этих самых расходов. И тоже внутри мозговые эндогенные наркотики вбрасываются. Это там, кроме вот таких серьезных, опиоидов и канабиоидов, там же еще и окситоцины, там масса всяких эндорфинов, еще там небольшие молекулы. Это все удовольствие. То есть, чем больше ты лежишь и ничего не делаешь, тем больше удовольствия. Ну вот, а уж если у тебя потом, значит, сосуды запустеют, и ты уж совсем впадешь в маразм, тут уж и настоящая счастье. Да, все. Уже все. Потому что это же проблема. Как только у нас так устроены мозги, что только работает один из пяти капилляров. Пока вам не надо думать. И через него лазит эритроцит. И ведет обмен. А если вы задумываетесь, то вот как раз эти все начинают, становятся проходимыми, энергетический обмен быстро повышается, мгновенно практически. И это страшная вещь. Поэтому все пытаются, это огромная проблема даже среди умных людей, которые пытаются думать, алгоритмизировать свое поведение. То есть найти алгоритм. Знаете, я много раз себя ловил на том, что я вот лежу на диване и читаю дюдюктив. А мне надо встать, сесть за компьютер и написать текст. Вот я очень не хочу встать. Очень не хочется, не хочется. Наконец я сажусь. Кстати, то, что начинает работать голова, это ощущается сразу. У меня буквально через 10 минут появляется чувство голода. Это самое главное. Все углеводы из крови сразу же в мозг. А вот потом начинается удовольствие. Удовольствие начинается, когда гликоген в печени начинает щепиться и сахар эндогенный поступает. Заодно похудение. Вот почему у женщин такие проблемы с похудением. Им очень трудно заставить работать мозг. Что заметно бывает иногда. Вот те, которые умудряются, они тут же по суше начинают худеть. А вот те, которые уж совсем никак. Ну, вот тут... Мне всегда казалось, что это биохимия. Нет, биохимия. А стимул-то откуда? Надо повышать расходы элементарно. Если ты не бегаешь там по утрам, по три часа, то ты должен думать. Тогда да. А удовольствие, это когда первичный расход углеводов закончился, его там на несколько десятков минут. А потом начинается, в том числе, и с печени гликоген щепиться. Там подметается все очень хорошо. И почему все студенты и студентки, то они читают книжку. Это для них так неожиданно бывает. Ближе к экзамену. Там они в основном в эту штуку смотрят. А тут книжку надо читать. Они читают, а вот у них дальше вокруг появляется, вокруг еда. Это многократно видел, как вот студенты, которые ко мне... Она самозарождается, и да, в диких количествах. Они не произвольны, они даже не думают об этом. Они по дороге, вот на работу, там, приходя ко мне, тащат какие-то орешки, какие-то печеньки. И вот вокруг вырастает гора этого добра. И вот они сидят, читают эту книжку. Почему? Потому что они впервые столкнулись с расходами мозга. И для них так неожиданно. И так удивительно. Отсюда огромное количество проблем. И вот неприятие никаких новых сложных конструкций. Экономических, в первую очередь. Которые требуют пересмотра вообще всех отношений. Оно связано с тем, что нужно очень сильно напрягаться. Алгоритмы не подходят. Сейчас у нас идет динамическое изменение, как я могу понять, всего. Экономических отношений, финансовых, всего на свете. А раз так, надо думать. А думать не хочется. И запрещено нельзя. Значит, что? Надо бороться с источниками этого вражеского излучения. То есть, с источниками новых подходов. И пытаться держаться всеми силами за старыми. И когда у вас три человека говорят, что все изменяется, а три тысячи говорят о том, что нет, 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 нет. Этого не должно быть. Потому что не должно быть никогда. Это мой любимый анекдот. Есть такой крапет. Маленький человечек пришел в зоопарк. Вот он ходил, ходил, потом встал около жирафа и стоит. Час стоит, два стоит, три стоит. Служитель подходит, говорит, вы знаете, мы закрываемся, в общем, надо поуйти. Он говорит, да, разворачивается, бросает последний взгляд и говорит, такой большой не может быть. Ну вот, не может быть. Ну, собственно, я-то размышляю вот о чем. А что они делают? Вот сначала, понятно, суют голову в песок, как стравус. И мы это видели. То есть, вот уже упомянутый нами Владимир Владимирович Путин много летом говорил, что, ребята, будет плохо. Причем он говорил это и, как бы, политическим деятелям, с которыми он общался, и олигархам нашим, замучаетесь пыль глотать. Помните? Да все я помню. Это замечательно. Значит, никакой реакции. Более того, только раздражение. Да, вот источник неприятного сигнала. Надо его отключить. Ну, они хотели отключить, но не вышло. Поэтому они, значит, уши заткнули, ничего не вижу, ничего не слышу. А сейчас уже понятно. У олигархов отбирают деньги реально, а у политиков отбирают власть. И более того, они начинают чувствовать, что через какое-то время может быть достаточно короткое. Не вообще когда-то там, а вот через три месяца, через полгода могут привлечь к ответу. Ну, вот, например, возьмем окружение Байдена. Сам Байден, понятно, дедушка старый ему все равно, хотя я склонен считать, что слухи о его в маразме несколько преувеличены. Он, мне кажется, очень часто прикидывается. Он прикидывается, и самое главное, я знаю, что ему для стимуляции вкалывают разные лекарства, которые ухудшают координацию и еще чего-то. Я просто это видел на примере Бориса Николаевича Ельцина. Да, но это известные фокусы, связанные там с фитальными тканями, совсем фитальными. Вот, и это как бы ни к чему не имеет отношения. Да, лекарство три часа действует, он спотыкается. Оно закончило действовать, он перестает спотыкаться. То есть это вообще не проблема. Ну, там или голова, или мышцы там при распределении. Да, это естественно. Ресурс либо на мужичок, либо на... да. Вот. Но, соответственно, вот мне интересно, что вот эти вот люди, которые вообще не склонны размышлять, и большая их часть уже и не сможет это сделать. Да, конечно. Как они себя будут вести? Ну, вот понятно, кто-то организовал войну, но это не поможет. Что будет дальше? Я вот, как бы, я хочу понять их, вот именно их психиатрию. В каком направлении они будут действовать, не мыслить, а действовать. Мыслить мы понимаем, что там происходит. Мыслить там, понятно, что там происходит. Самое страшное, ну, это с моей точки зрения, а я, как вы говорили перед передачей, немножко увлекаюсь экспериментальной опытами на гоминидах, ну, вот, поскольку сейчас у нас есть прекрасные инструменты. У нас же есть интернет, у нас есть всякие системы связи, у нас есть некоторый элемент публичности, известности, которые можно использовать. Я сейчас чуть-чуть отвлекусь, если можно, на минуточку, объясню. Дело в том, что все биологические процессы, а то, что происходит сейчас в мире, это тоже биологический процесс, и никак, он ничем не отличается от того, что, например, происходит в эмбриологии в развитии того же мозга человека. А суть этого процесса, она выражена еще в 30-е годы, был такой исследователь, Людингтон, который предложил объяснить события, динамические, которые происходят в биологических системах, он имел в виду развитие, эмбриональное развитие, животных человека, с помощью такого феномена, как эпигенетический ландшафт. Что это такое? Вот у нас река Волга течет. Вот она подколорадовается Каспийскому морю. И распадается на много-много-много-много рукавов. Вот представим себе, что у нас сделали наклон на такую гигантскую Волгу, сверху пустили шарик по руслу по сухому. Он катится. И он может с той или иной вероятностью попасть в любой из каналов, в любой рукав. То есть это вероятностный процесс. Так и развитие. Там и отдельных клеток, и целиком организма, и даже государств. Они могут попасть. Воздействовать на этот шарик, который катится вот так прям, взять его и сбить молотком, ну это невозможно. Он огромный и прочее, прочее. Но есть такой подлый прием, который состоит в том, что можно на пути этого шарика, который обладает большой инерцией, ЕМВ-квадрат, положить маленькую песчинку. Он на ней подпрыгнет, и сместится в тот Незаметно. Или иной рукав. То есть вот таким образом... Другой, но в какой заранее неизвестно. Заранее известный, но есть вероятности. То есть он уйдет налево или направо. Ну, правее это вот тебе нужно. Ну, таких можно песчинок наподкладывать довольно много. И любой процесс, который, кажется, не контролируется, можно таким образом управлять. Особенно сейчас с развитием систем коммуникации. То есть это достаточно несложно. И вот я пытаюсь все время сдвинуть в одну или другую сторону, пока это экспериментальные работы, и смотрю на последствия. Да вот ужас мой состоит в том, что такие поступки, совершенно мелкие, несопоставимые с этим гигантским шаром, который катится, приводят к результатам. Это говорит о том, что воздействие на вот этих вот политиков, людей, на менталитет может быть настолько мизерным и настолько произведено эффективно злоумышленниками, что можно направить этот шар, то есть течение всех событий, в любую выгодную сторону. И в этом проблема. Потому что чем ниже уровень использования неокортекса, то есть, ну, например, вы развиваете религиозное мировоззрение. Это не значит, что вы воспользуетесь тем, что все стали поглупели неожиданно. Воспользуется кто-то другой, кто поумней. То есть в этом гигантская опасность управляемых процессов от гоминидной эволюции. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с людьми, у которых резко падает интеллектуальный уровень, плохое образование, плохое воспитание, образцы некудышные. Потому что я не вижу, храмов ума. Я вижу совсем другое. Я вижу такие... Вот хотите, я вам расскажу? Да. Значит, вы понимаете, что для любого предпринимателя повышение налогов это ужас, ужас, ужас. Так вот, я вчера провел эксперимент. И немысленно я такой вполне себе в прямом эфире задал, сделал опрос. Радиостанции. То есть, это не в интернете, где люди постоянные, а в радиостанции, где там... Причем из этих... Из моих слушателей я еще один технический опрос задал. 75 процентов. Ну, там от 70 до 75. Или предприниматели, или тесно связанные с предпринимательством люди. Я им задал вопрос. В нынешней ситуации имеет ли смысл вводить налог на сверхдоходы? Ну, сверхприбыли, на самом деле. Но, прежде всего, естественно, финансовых институтов. Но и предпринимателей тоже. И получил совершенно феноменальный результат. Я вот думаю, как его довести до... Как это... В виде народного запроса до упомянутого Владимира Владимировича. 95 процентов сказали, что это надо делать. 95 процентов. То есть, это означает, что, по крайней мере, предприниматели наши, у них в уровень интеллекта крайне высокий, и они понимают, что в нынешней ситуации их выживание зависит вот от этого. И они готовы наступить на горло с собственным локальным интересом. Вот я считаю, что это выдающееся совершенно достижение. Да, конечно. Которое говорит об очень высоком уровне нашего общества, на самом деле. Да, и о понимании катастрофы, которые обязательно наступят, если этого не сделать. Ну, катастрофа всюду, да? Поэтому, вопрос в том, как бы, мы единственные, наверное, в мире, кто может ее, ну, хотя бы частично избежать. Это, безусловно, нужно сделать. Но я хочу сказать, что на уровне предпринимателя это невозможно ощутить. у него не хватает, как бы, даже на моем уровне, я этим занимаюсь 20 лет, я должен доказывать. Ну, на первом этапе мне это нужно было делать постоянно. Почему, собственно, все говорят одно, а ты, как этот идиот, говоришь совершенно другое. Ну, то есть, у меня даже была мысль, а может, это я просто, как это, как говорили мои школьники, выеживаюсь? Выживаюсь. Да, вполне. Если не подтверждать, дело в том, что есть великая вещь. Вот в науке существует два параметра. Предсказание результата, ну, тут... Ну, сейчас-то уже все предсказалось, да? Да, уже все сбывается. Сейчас, да, но даже еще, как раз, 15 лет, ну, собственно, вот стало понятно, что куда, после 2008 года. То есть, прошло 15 лет. А предыдущие там 10 лет, что я этим занимался, это было в чистом виде, вот, ну, как бы, если можно... В позитивных коннотациях это называется научное предвидение или научная интуиция. Это фундаментальная наука называется. Да, а в негативных мы уж не будем. Нет, дело в том, какое предвидение, когда вы сидите каждую неделю и там это все составляет. Ну, смешно. Это классическое научное исследование. Тут никакое не предвидение. Это вы объясните экономистам современным. Они заплюют. Я объясню, пожалуйста. И подтвердят астракизму. Ну, вот, всех в томограф, проверить, что у них работает. И никакого астракизма, просто декапитация, да и все. Ну, это негуманно. А может, хорошие гены есть? Может, дети будут... Нет, вот я поэтому уже неоднократно предлагал, за что меня осуждают, что вот всех таких, которые с удовольствием живут, не испытывают дискомфорта и прочее, но надо им что-то платить такое, чтобы они размножались, жили спокойно и нигде никогда не работали. То есть, ради удовольствия, пожалуйста, можно там с метелкой вокруг храма Христа Спасителя, пожалуйста, это не запрещено. Потому что от очень многих людей, я знаю, ну, просто вред настолько превосходит любой результат, который они могут дать, что проще, чтобы их не подпускать. Ну, вот у нас, вот я в науке работаю, у нас на десятерых ученых 12 управленцев. Какой будет эффективность науки? Нуль. Нулевая. Ну и все. Почему? Потому что они вообще нам не нужны. Или, например, с науки берут налоги. Но это же государство дает деньги. Как можно с них налоги брать, с налоги? Чтобы сказать, что мы дали миллион, а до ученых дошло 500 тысяч. Для этого? Сергей Вячеславович, тут немножко другой механизм работает, я вам могу сказать. Дело в том, что если вы хотите собирать налоги, то надо делать так, чтобы платили все. Как только вы сделаете исключение, то немедленно выяснится, что самые главные ученые это банкиры. Да, вот тут же. Да, с этим я согласен. Тут же. Поэтому тут... У нас так такие исключения есть. То есть лучше дать ученым в два раза больше, а потом половину забрать обратно в виде налогов, чем, соответственно, освободить их от налогов, и тогда все вообще. Ну да, и прецедент тогда появляется. Но в результате, так сказать, до ученых доходит, ну, в общем, почти ничего. Ну, администраторы же все. Да, это же все регулирует. Это, кстати, еще одна вещь, которую я предлагал. Я говорил, что надо сделать нормирование заработной платы. То есть, скажем, в научных заведениях и высших учебных заведениях нужно взять всех. Ну, в научных, от старшего научного сотрудника и выше, в, соответственно, в вузах, доцентов и профессоров, посмотреть, сколько они получают в месяц, взять минимальную сумму, которую кто-то из них получает на руки, и вот установить железный барьер, что администраторы больше 80% от этой суммы получить не могут никак. Но они все уволятся на утро. Ну и слава богу. Потому что я... Вам нужны администраторы? Нет. Абсолютно. Ну и все. Нет, я предлагал немножко по-другому. Просто мне, когда говорят, вот там наука, проблема, говорю, ну вы повесите списки расходов на чиновников, управляющих наук, включая министерство и академию. И научные сотрудники конкретно работают. И все станет ясно. Нельзя. Нельзя. Потому что это противоречит вашему уже одному из трех базовых принципов доминировать. Ну конечно. Вы же понимаете, что какой-нибудь мелкий администратор в министерстве, он безусловно важнее, чем какой-нибудь там профессор или академик? Ну тут даже и вопросов нет. Просто вот, ну вам даже мысль такая не должна закраситься в голову. Ну там среди академиков тоже много проблем. Академики тоже есть. Прохиндея и профессора. Я даже спорить не буду. Здесь и с профессоров тоже. Чего только уже, особенно в области исследования мозга. Это просто бесподобно. Уж больно деликатная тема. Так чего будут делать вот эти вот ребята, которые начальники? В каком направлении они будут нас тащить? От чего мы должны отбиваться руками и ногами? Руками и ногами мы должны отбиваться. Я вам просьба. Вы чуть-чуть ближе вот эту черную штучку сделаете, чтобы качество звука. Ну вот. Они будут нас тащить, то есть они будут исходить из очень простой логики. Любые личные затраты мозга надо профилактировать. Как можно профилактировать? Во всем цивилизованном мире, там 40 лет назад, приглашали специалистов. Но теперь они понимают, что специалистов приглашать стрёмно. Они могут очень сильно изменить ситуацию. И не так, как тебе хочется. Значит, специалисты отменяются. То есть если бы у них была хоть одна извилина, они бы вас пригласили и начали бы это реформировать. Ни в коем случае. Запрещено нельзя. Значит, тогда возникает вопрос, а как они будут решать? Раз. Они специалистов приглашать не будут. У самих мозгов нет. Про детей я их не хочу даже обсуждать этот вопрос. Что у них за дети и какие они дают результаты. Тогда возникает вопрос, а как сохранить свою собственную шкуру и продолжать хорошее пищеварение и доминантность? Значит, что? Надо будет истреблять источники опасности. Это самое страшное. Но они носят какой-то абсолютно несубъективный характер. Ну вот, скажем, деньги печатаются, а в результате растет инфляция. Кто виноват? Хазин. Хазин тут при чем? Ну как при чем? Он предлагает развивать в другую сторону экономику, это бывает. От этого инфляции не возникает. От того, что Хазин что-то там говорит, ничего не меняется. Это понятно. Я про их создание говорю. У меня-то логика была такая, что тут начинает действовать как это соотношение неопределенности Чернышевского-Герцена о том, что два вопроса кто виноват и что делать, на них нельзя ответить одновременно. Поскольку с тем, что делать, полная неопределенность, значит, надо концентрироваться в вопросе кто виноват. Значит, надо кого-то назначить виновным. И этот кто-то, ну, должен быть такой, как бы, чтобы все вокруг, вот эти, которые не думают а чувствуют, понимали, что он может быть виноват. Понимаете, впарить народу, что виноват Хазин невозможно, поскольку народ не знает, кто такой Хазин. Ну, конечно. А вот, соответственно, впарить, что виноваты евреи, цыгане, коммунисты и даже Владимир Владимирович Путин можно. Да, это конечно. Сейчас они этим занимаются. Но, опять-таки, это же не работает, а ситуация ухудшается. Надо еще что-то придумывать. Что они еще могут? Ну, военные события тоже, понятно. Но это плохо работает, причем работает зачастую на пользу тех, кто думает. Это очень опасно, потому что появится какой-нибудь генерал, который думает. Для этих вот людей, особенно для банкиров, самый страшный зверь, которого они боятся, это бонапартизм. Что появится бонапарт. Ну, неважно, их в истории много было. Неважно, это общий образ такой, который будет просто физически делать. Который их просто всех как это? Декапитация. Декапитация. Ну, во время Франции. Как это? Отрубание головы, да? Это я о молодежи, которая не знает, у чего... А, для молодежи могу сказать, что как раз во времена бонапарта он как раз сохранил там гильотины, кстати говоря, все это было. Кстати, при бонапарте она очень работала... Ну, он сделал лучше. Все помнили же, как это эффективно все было. И он их поставил во дворах муниципалитетов. И муниципалитеты стали работать эффективно. Ну да. Они там просто стояли. Они просто стояли. Они, конечно, приходили на работу и видят, что это место, где их ждут. И все. Где их действительно ждут. Где их действительно ждут. Но это знаменитые слова Суворова, когда он говорил про интендантов, что интендант сначала надо вешать, а потом разбираться, Человека, проработающего три года интендантом, надо сначала вешать, а потом разбираться, что он сделал. Да, он же сам был интендант. Да. Он с этого нахуй. Он хорошо понимал... Он хорошо понимал, чем дело пахнет. То есть, естественно, назначать виноватого, да. Это у них есть. Но это уже плохо работает. Нас назначили в целом вот в Европе виноватыми уже давно. Ничего не получается. Лучше не становится. А я могу сказать, в чем дело. И вот это я могу сказать. Я вот тут как бы много историй мне рассказывают. Последняя история про моих знакомых, которые были там не так давно, ну условно говоря, летом в Италии или весной. Ну не важно. И в Италии, и на Сицилии или они попытались... Или в прошлом летом. Это не принципиально. Они, значит, в какой-то деревне попросили им что-то продать. А те, значит, их начали... А говорили не по-английски. Их начали гнать. И тогда, значит, жена говорит мужу. По-русски, разумеется. Ну пошли, видишь, тут ничего не работает. И тут этим говорят. Русса? Говорят, ну да, а что? И тут, значит, тут же все удивительным образом открылось. Причем им там подарков надарили, еще чего-то. Я был последний раз во Франции год назад, а до этого я там не был много лет. Ну не много, но там лет пять. И я... Нет, не пять. Больше. Семь. И я могу сказать, что такого демонстративно-позитивного отношения, причем со стороны должностных лиц, ну типа пограничники, жандармы, ну вот как бы... Ну да, администрация. Да, я никогда там не видел. То есть в прежние времена они как бы смотрели, ну человек и человек, да. Какого цвета у него паспорт, это на самом деле мало волновало. А тут, видя наш паспорт, просто вот как бы демонстративная приязнь. Ну разве что только значка такого мы за Путина не было. Но так... Но он так... Казалось, что есть. В Европе... Европа давно соскучилась, давайте так скажем, твердо, по той самой твердой руке. Разумной. Разумной, разумной твердой руки. Ну посмотрите на Микрон. Это комедия же ведь. Ну вот он воплощает лягушатника. Вот настоящий лягушатник. Полностью продажный. Полностью бестолковый. Выкормленный там в финансовых системах США там на самом деле. Он же ведь у кого? В Викобритании. Или в Викобритании. У Ротшильда. Это не важно. В данном случае не важно. Важно, важно, что он вот плоть от плоти вот этой вот системы финансовой. И такой же непоследовательный, и вертлявенький. Ну, врет и не краснеет. Это нехорошо. Зато какая тяга к доминации. Доминант, он огромный, но плохо получается. Срамно это все выглядит до крайности. Ну, срамно, конечно. Это срамно. Вот люди, ну уж совсем надо быть ну, совсем дурачком, чтобы воспринимать это как доминант. Ну, какой-то неумеха такой, который вот взял, надел на голову там эту треуголку наполеоновскую и скачет. А выясняется, что кроме треуголки на нем ничего нет. На деревянной лошадке. Да, на деревянной лошадке вот он там своими этими цезарями, которые добрые украинцы тут же и продают направо и налево. Посмотрите на другого. Посмотрите, уж Германия, это там, понятно, полный развал, полное уничтожение. Это катастрофа. Посмотрите на другие страны. Та же Австрия. Бельгийцы те же самые. У них там, я не говорю о том, что они самостоятельные, но просто там поставлены люди, гарантированно, которые никогда неокортексом пользоваться не будут. Вот это, надо сказать, достижение и американской, и европейской, так сказать, культуры. Они допрыгались до того, что загнали во власть людей, которые не то что думать не умеют, они не знают, что это возможно. В этом проблема. Отсюда можно ждать все, что угодно. Это, я считаю, что, слава богу, что Германия просто полностью оккупирована американцами. Потому что, ну, там масса невменяемых людей, которые могут оказаться у власти. И поэтому вот то, что войска там американские ставят, это хоть как-то их сдерживает. Они же могут совершать безумные поступки. Поэтому я считаю, что, конечно, Европа обречена в том смысле, не в том смысле, что там экономика, что у них там сейчас газа, нефти нет, то все. Там курочку зажарить им хватит. А с моей точки зрения, самое страшное, у них нет перспектив и инструментов отбора разумных людей. Разумный человек это воспринимается, то есть который пользуется коротексом, как вредитель, который может напакостничать тому, что осталось. То есть они идут по принципу сохранения. Вот у нас осталось там полтора евро. Ну и отлично. Ну вот смотрите, я вам расскажу историю. Я не знаю, может, вы ее знаете. В 15 веке был такой персонаж, герцог Бургунгский, Карл Смелый. Он очень сильно воевал с французским королем Людовиком XI, который ему приходился не тот троюродным братом, не тот четвероюродным братом. И, соответственно, в конце концов его убили. Но интересно, нет. Он же всю жизнь воевал, да, то есть занимался доминацией, вот этим. Тем не менее, когда у него там инквизиция решила, что надо бы заняться ведьмами, может, не инквизиция, может, еще кто, то он стукнул кулаком по столу и сказал, что у него в государстве никакого преследования ведьм не будет, потому что ведьмы – это мракобесие. То есть, иными словами, люди, вы же меня извините, конечно, но тут я абсолютно убежден, что те ребята, которые решили, значит, преследовать ведьм, они не ведьм боялись, а пытались заниматься бизнесом. Ну, это такой был вариант приватизации. Да, да, да. Очень модный. Да, очень модный, да. Соответственно, человек, которым в большом счету, ну, да, конечно, когда сокращают количество твоих, как бы, подчиненных, ну, вот, людей, это, конечно, неправильно, но он сам войнушкой сокращал, может быть, не меньше. Но тут он, как бы, грубо говоря, проявил интеллект и целую кучу вот таких вот персонажей, которые явно совершенно хотели власти, в смысле денег, и доминирования. То есть, вот вы, баба красивая, а я ее сейчас сожгу. И этим, соответственно, компенсирую свои проблемы в другом месте. Да, конечно. Вот. Так вот, соответственно, он, тем не менее, такое решение принял. Какова вероятность, что сегодня такого рода люди, ну, или там, Наполеон, да, такого рода, он, правда, истребил народу столько во Франции, чтобы просто... причем не в смысле уничтожил, а в смысле сжег, да, вот во всех этих войнах. Вопрос, какова вероятность, что на этом вот общем фоне отсутствия интеллекта в верхних слоях кто-то такой вдруг неожиданно выстрелит. То есть, он явно совершенно какое-то время очень долго должен, должен будет прикидываться идиотом. Ведь я прошу прощения, Наполеона вытащил и из капитана сделал генералом брат Робеспьера. То есть, иными словами, человек, безусловно, фанатичный, но, безусловно, не дурак. А сегодня дураки. Ну, вот, в смысле, люди, которые не пользуются аппаратом мыслительным. Мыслительным. Вопрос, может там выскочить человек, который... Вероятность намного меньше, чем в те времена, потому что коммуникация лучше. И поэтому выскочить может. Но это очень сложно. Надо очень долго прикидываться идиотом. Это огромная проблема. Я приведу просто обратный пример. Дело в том, что именно как раз вот эти вот охота на ведьм, местные крестовые походы, которые практиковались в Европе повсеместно, когда вырезалось там до 70% населения. Это факт. Ну, вот, за счет того, что там не платили 10. Ну, вот это все привело к чему за там 800 лет практики такой европейской происходил отбор какой людей? Искусственный отбор или церебральный сортинг, о котором я все время говорю. Что происходило-то? Кто выживал? Тот, кто настучал на соседа. Тот, кто сказал, где закрыт мешок золотом. Тот, кто создал, обосновал причины, для чего этого человека надо сжечь на костре, а этого казнить. То есть, шел негативный отбор по самым подлым человеческим качествам. Это называлось бизнес. Ну, в общем, такой бизнес своеобразный. К чему это привело за 800 лет? Ну, это много поколений. Ну, вот. И отбирались только такие. В результате сейчас нам показывают там, например, храмы европейские, в которых там шоу всякие устраивают. А для них религия это только инструмент добычи, только инструмент торговли. Для них нет ничего, содержания отсутствуют. Веры нет. Веры нет. И следов веры нет. Поэтому выскочить в такой среде, вот это самое страшное. Это ватная среда тотального идиотизма, который искусственно поддерживается. Очень сложно. Да, может быть, но я не верю. Потому что нам просто в нашей стране свезло. Я имею в виду про Путина. Просто свезло. Вот он, ну, вот так получилось. Потому что вот чтобы такой человек где-то выскочил на Западе и стал трезво поступать в отношения простых вещей. Давайте скажем, прям, да, это последняя вещь, выбор Путина, которую сделал для страны Борис Николаевич Ельц. Его все ругают, 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 а я-то с ним работал. Поэтому его есть за что ругать, но есть за что и не ругать. Да, вот за это... А он как человек интуитивный был. То есть у него соответственно... Да он был очень тонкий политик на самом деле. То есть у него это было на уровне рефлексов, знаете, такое политическое животное. То есть человек, который чувствовал вот эти вот властные действия вот просто вот всей... Как он выжил, вот там количество желающих как бы... Ну, понятно. Нет, у него он интуитивный был. Вот он... Он что сделал? Он как Пушкин. Он отдался полностью своей лимбической системе нового отношения и политики. Пушкин отдался полностью своей лимбической системе. Ну, я имею в виду сексуально-романтическое содержание. И стал писать так, как чувствовал. Хотя до него там были люди, которые ничуть не хуже там стихом владеют. Тот же Барков. Но там матершина же сплачет. А нет, он жил раньше. Он раньше. Барков был... Барков умер при ранней Екатерине. Ну, средней, наверное. Он же был секретарем у Ломоносова. Да-да-да. И вот эти его, все эти стихи правил сам Михаил Васильевич. Там все было замечательно. А во времена Пушкина был же еще один поэт Бенедиктов. Тоже забытый всеми. Но вот он писал то же самое, только не ниже пояс, а выше. Вот поэтому ему не пользовалось такой популярностью. Ну, на самом деле, если мы почитаем два классических произведения этого периода. Евгений Онегин и... Как это называется? Горе от ума пьесу. Но это же в чистом виде, так сказать, голые комплексы. Вот как бы... Да. Проявление комплексов на пустом месте. Ну... Если там Татьяне, которой было 14 лет, это простительно, то, значит, вот этим гера, кстати, а герой нашего времени это же тоже все. То есть, это все уже когда человеку даже не 50, а 30, это выглядит детским садом. Да, конечно. Ну, в общем-то, на самом деле, та литература, она отражает ситуацию. Ну, вот, горячо любил ему и Недоросель Фанвизина, который, кстати говоря, был тоже секретарем у Никиты Панина, который... Это Фанвизин был секретарем. Да, да, да. Митрофанушка, как известно, потом стал руководителем Академии художеств. Но он очень расстроился. То есть, это я не знаю, знаете или нет. На самом деле, это раньше в школе проходили, я не знаю, как сейчас. Но главный герой пьесы Недоросель, Митрофанушка, когда он прочитал, он реально был подросток такой, старше подросткового возраста. Он, когда это все прочитал, страшно обиделся и сказал, тогда я вам назло буду учиться. Я вам покажу, что вы придурки. Но это тоже был бунт такой. Ну, конечно, это естественно. Вы ничего не понимаете? Вы придурки. Да, да, да. Но горбональный подъем. Я вам сейчас покажу. И что характерно, показал. Я фамилию его не помню, естественно. Я тоже не помню фамилию. Но смысл там на самом деле его был не в этом это недоросли, а в том, что там на самом деле сейчас очень популярны, показывают там фильмы про Екатерину. А она-то как раз не очень была за прогресс. То есть, говорит, вот при Екатерине, при Екатерине, но делал все в основном, была партия Панина. Никита Ивановича, у которого был брат, какого-то, у Василия Кремова, был Фан Визин, там очень много выдающихся и политиков, и в те времена и военачальников поддерживали эту партию. И они делали, что могли для России. Да. Вопреки как раз очень многим пожеланиям Екатерины. Не, но Потемкин это был великий человек. И в интеллектуальном плане тоже. Да. Вопреки. И, кстати, того же Суворова, если бы не Потемкин, его бы зажали. А он в молодости с Суворовым где-то пересекся и все время его тащил за уши. Как и Ушакова. Да, да. Что говорит о высоком интеллектуальном уровне. То есть он талантливых людей тащил и терпел. Хотя они одни над ним издевались иногда. Ой, ну там было масса историй. Я тоже немножко знаю эту тему, поскольку меня интересовало, как идет искусство, шел искусственный отбор на территории России. Каким способом. И тогда, когда я разобрался, стало ясно, что, например, боярские дети вообще никуда не годились. Пришлось отменять при приеме в навигаторские эфирные школы отменять вот эти социальные сословные ограничения. Иначе ничего не получалось, не могли набрать. То есть Петр-то почему тащил иностранцев? А где взять-то? На самом деле еще смешнее. Первым начал реформу. Петр Первый фактически повторил реформы Бориса Годунова. Да, это факт. Фактически один к одному. Борис Годунов по всей видимости был самым великим администратором как бы на посту руководителя нашего государства. И все помнят про 7 лет, когда он был царем, а он до этого 15 лет Федора Иоанновича руководил. Ну, правительством. Ну, понятно. Вот. И он первым начал посылать этих недорослей недорослей боярских и дворянских за границу и никто из них не вернулся практически. Они просто там остались все. Потому что Запад всегда был очень хорош с точки зрения развлечений, если у тебя есть деньги. Ну, конечно. И поэтому, кстати, всякие истории, когда посылали этих недорослей со слугами и в результате приезжали и карьеру делали слуги, потому что они в отличие от своих этих учились. Ну, да, вынуждены были учиться. Вынуждены были учиться. Да, это большая проблема. И вот я это рассматривал именно в системе отбора. И у нас проблема, на самом деле, вот под конец передачи, вынуждены это сказать, основная проблема это отбор квалифицированных людей. Мы семь лет с моими коллегами из города Санкт-Петербурга разрабатываем систему, которая сейчас уже работает, когда можно отбирать людей по, скажем так, нестандартным способностям, даже с ними не встречаясь. То есть система отражает конструкцию мозга человеческую, поскольку она очень индивидуальна. А раз она индивидуальна, то есть ряд таких занятий, которые позволяют вычислить общую конструкцию. То есть не то, что какая она есть в интактном состоянии, а когда человек, например, вынужден написать некоторый приличный текст, связанный. Там включаются десятки, то есть около тридцати полей и подполей, которые заставляют мозг работать. А это индивидуальный отпечаток, потому что индивидуальная изменчивость в полях может составлять до сорока раз в подполях. Это гигантское. А есть такие разницы, которые вообще количественно не имеют аналогов. То есть или есть, или вообще нет. Я, например, так и не смог себя заставить выучить иностранные языки. Видимо, в этом месте у меня в мозгах дырочка. Не дырочка, просто соседние области больше. В мозгах ничего не пропадает. Ну, это я понимаю. То есть какой-то, а есть такие люди, вы наверняка сталкивались. Есть люди, дети, например, которые не могут писать. Да, я знаю. Это графическое, это просто есть поле конкретное. Которое графическое память. Нет, 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 нет. Управление, конечно, интегрированное управление руками. И вот один на сто человек вообще писать не может. Я знаю, да. Я просто с этим сталкиваюсь. Это не патология. Я знаю людей, которые не могут писать грамотно. Они очень умные туда-сюда, вот грамотно писать, но их мало. Сейчас под них все косят, и это неправда. Но сейчас на этом наше время подходит к концу. У нас в гостях был профессор Сергей Вячеславович Савельев, который, как всегда, очень интересно рассказывает. Как всегда, больше, чем, собственно, я изначально планировал, тут уж никуда не денешься, но надо, значит, его искать в интернете и слушать. Единственный вывод, который я могу сделать, состоит в следующем. Скорее всего, на Западе будет продолжаться гниение, и гниение экономики в том числе, и никакого, как бы, восстановительного импульса не будет, просто потому, что некому его задавать. Это, с одной стороны, плохо для мира, и, может быть, очень хорошо для нас, ровно потому, что у нас все-таки во власти есть люди, которые думают. Чем я, собственно, всех наших зрителей и слушателей поздравляю. А у нас в гостях, еще раз повторяю, был профессор Савельев. Наше время на этом истекло. В студии был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова